Здесь нет никакого президиума, нет никакой другой аудитории, кроме нас с вами. Цель, зачем мы собрались? Первое, мы все-таки решили пойти в том числе еще от науки. У нас есть доклад Института пищевых технологий и дизайна филиала нашего университета. Геннадий Александрович, сейчас просто мы не можем это сделать, потому что есть заминочка маленькая с презентацией. Но он в любом случае начнет пока без презентации свой доклад и потом включится. Цель, зачем мы собрались? Чтобы по итогам этого круглого стола получить обратную связь по школьной форме, получить, скажем так, запрос от потребителей, от школьников через их родителей, через преподавателей, через руководителей образовательных учреждений. Какая же должна быть школьная форма, какие есть к ней требования? Я надеюсь, что вы все с программы круглого стола наши знакомы. Если какие-то есть предложения, замечания, давайте мы их сразу обсудим по ходу пьесы, по ходу начала, извините за такую оговорку творческую, по ходу начала нашего круглого стола. Если нет, то давайте начнем работать. Я бы, прежде чем предоставить слово Тихомирову Геннадию Александровичу, хотел бы еще сказать. У нас есть с вами ряд нормативных документов. Это уже касается производителей, которые с нами здесь рядом находятся. Это документ комиссии Таможенного союза и стандарт САНПИНа по нормативам по школьной форме. В принципе, итоговой задачей нашего круглого стола является внесение изменений и дополнений при необходимости, конечно, в эти два ключевых документа, которые определяют на сегодня школьную форму как таковую. Ну, тогда, если нет вопросов, давайте мы, Геннадий Александрович, вас и заслушаем с вашим докладом. Геннадий Александрович Тихомиров, кандидат военных наук, профессор кафедры индустрии моды и художественных технологий Института пищевых технологий и дизайна филиала ГБУ ВОНГИЭУ. Вот так длинно. Уважаемые участники этого круглого стола. Мы знаем, что введение обязательного ношения школьной формы определило множество актуальных споров в определении ее значимости. Зачем, собственно, она нужна? Кто-то считает, что наличие школьной формы лишает детей индивидуальности, мешает им проявить себя. Ну, здесь много различных мнений. Но какой же должна быть школьная форма? И, в общем-то, только ленивые сейчас не занимаются школьной формой. И вот мы тоже решили ей заняться. Что ж мы сделали? Ну, мы определились с направлением нашей работы. Открыли инициативную МИР, где определили этапы нашей работы. Что мы сделали? Ну, провели очень глубокий источниковический анализ современного состояния и развития школьной формы. Провели социологическое исследование мнения и ношения школьной формы. Провели выборочные антропометрические исследования детей. Ну, мы взяли 15-17 лет. Разработали ряд моделей, разработали конструкции изделий. Изготовили ряд образцов. И, естественно, демонстрировали их на некоторых конференциях, выставках. И вот некоторые моменты мы сейчас с вами посмотрим. Дело вот в чем. Ведь, наверное, школьная форма должна включать определенный набор предметов. Но сама категория школьной формы, она как бы символизирует что? Создание какого-то единого облика определенной группы людей. Ну, такова трактовка, в общем-то, существующая. Людей, которые принадлежат к какой-то организации, прослойке и так далее. И, конечно, ведь что значит для ребенка школьная форма? А школа? Школа для него – это первая в жизни работа. Надо понимать это правильно. А школьная форма – это в определенном понимании какая-то деловая одежда. Значит, нам нужно и понимать, что, собственно, предъявляются, какие требования и к деловой одежде. Но школьники-то проводят в форме достаточно много времени. 4-6 часов минимум, а то и 7-8 уроки, секции и кружки. Поэтому одежда должна быть максимально-максимально комфортной. И помимо правильного кроя, она должна быть изготовлена из безопасных материалов, отвечающих соответствующим требованиям. Ну, да, у нас существуют сейчас документы, вот о которых было сказано. Это регламент Таможенного союза безопасности продукции для детей. Но у нас существует еще профессиональный стандарт – дизайнер детской одежды. И надо сказать, что российские дизайнеры внесли серьезный вклад в развитие школьной формы. Дело в том, что закон об образовании Российской Федерации не предусматривает, что все школьники будут одеты одинаково. Школы могут принимать специальный нормативно-правовой акт, который как бы регулирует, что ли, вопросы и формы для учащихся, с учетом мнений родителей и учеников. Мнений родителей и учеников. И вот мы изучили некоторое мнение родителей и учеников. Что мы выяснили при этом? Ну, мы выяснили, что, ну, анкетирование провели, что у школьников разные интересы и разные взгляды на школьную форму. Что здесь надо иметь в виду? А мы пришли к следующему, что условно, вот, всех школьников надо бы разбить по их интересам на три группы возрастные. Младшая группа, первый-четвертый класс, средняя группа, пятый-восьмой класс и старшая группа, девятый-одиннадцатый класс. Вот, анкетирование так показало наше мнение, что это было бы вполне прилично и правильно. Почему так? Вот смотрите, для младших школьников, о которых, лучше так сказать, очень заботятся родители, учителя, здесь надо добиться максимального комфорта. Наверное, никто с этим спорить не будет. Легкость, удобство, одежда не должна стеснять движение, это естественно. А вот старшие школьники, понимаете, в чем дело? Оказалось, что старшие школьники в большей степени подвержены все-таки тенденциям моды. И они ради этого готовы пожертвовать некоторыми эргономическими условиями, показателями. Вот, видимо, это тоже надо учитывать. И вот мы считаем, что для школьников этих трех возрастных групп целесообразно иметь форму разной комплектации, разного покрови, разного силуэта. И вот я хотел как раз бы показать, вот, к сожалению, не могу, как раз вот эту табличку, которую мы составили с этими вариантами. Ну, озвучу некоторые моменты. Ну, для младших школьников, для мальчиков это, возможно, куртки, брюки, джемпер и брюки, пиджак и брюки. Вполне приемлемый вариант. Девочки, платья, сарафан, они вполне востребованы, востребованными. Но востребованы и другие, в некоторый момент. И куртка, и юбка, и брючки оказались тоже востребованы. Для старшей группы здесь, как бы, традиционно у мальчиков востребованы пиджак и брюки. Но, как показал опрос, жилет востребован. И вариант жилет с брюками тоже оказался вполне приемлемый вариант. Джемпер и брюки. Для девочек, ну, платье тоже оказалось достаточно востребованным, но в большей степени оказалось востребованными. Востребованными жакет с брюками или с юбками. Ну, есть и другие варианты. Вот, исходя из этого, на факультете у нас технологии и дизайна проводятся определенные мероприятия по разработке моделей школьной формы. И мы участвовали в разных показах, участвовали в конкурсах. Кстати, Минпромторгов участвовали год назад, конкурс в Москве. И у нас есть некоторые предложения по этому поводу. Ну, их надо бы показать. Но я пока покажу то, что вот здесь есть в качестве образцов. Вы знаете, мы пошли по нескольким путям по этому вопросу. И у нас можно показать образцы вот таких вот интересных сарафанчиков. Ну, вот здесь вот приятная цветовая гамма. Ну, он не является, как бы, вот этот вариант достаточно исключительным с нашей точки зрения. Вот этот вариант, он может быть в разной цветовой гамме. Это сарафан. Это не юбка и жилет. Здесь, как бы, вот верхняя часть, она притачивается к юбке. И вот это делает ее, как бы, некоторым таким интересным элементом. Одну секундочку. Понятно. Но вот здесь представлена капсульная коллекция. Вот мы пошли по пути такому вот и хотели бы получить мнение и профессионалов, и родителей, и учеников, насколько востребована капсульная коллекция. Ну, капсульная, понимаете, это взаимозаменяемая коллекция, да, взаимозаменяемые вещи. И вот, посмотрите, очень интересный вариант. Такая очень интересная курточка с брючками, такая комбинированная, с таким вот рюкзачком, который тоже возможен. Может быть вариант, вот такая юбочка с жилетом, который можно носить с сорочкой, можно носить с водолазкой и так далее. Вот такое вот платье с блузкой. То есть люди могут, школьники могут, как бы, надевать то, что приемлемо в данном случае по погоде, допустим, по их требованиям. Вот такие вот варианты. Геннадий Александрович, на самом деле у нас емкость нашего мероприятия всего один час, у каждого своя задача. У нас здесь присутствуют и дизайнеры, и производители. От вас хотелось бы услышать научный подход, статистику, изучение общественного мнения, а потом мы услышим запросы потребителей и предложения предприятий и дизайнеров в рамках этой работы. Потому что то, что вы делаете, не сделает другую. Сейчас вы говорите о дизайнерских разработках. Это очень интересно. Можем там потом уже остаться как-то индивидуально. Значит, что же мы сделали? Ну, во-первых, одежда детская и школьная форма прошивается в соответствии с государственным стандартом на типовые фигуры. Но дело в том, что этот стандарт, он усредненный для всего нашего государства, Российской Федерации. Но в каждом регионе могут быть совершенно разные антропометрические данные. Мы провели исследование антропометрическое, ну, не очень большое, взяли детей 15-17 лет. Что мы выяснили? Что мы сделали 12 измерений на теле каждого человека. Выяснили, что после обработки данных примерно сходятся многие антропометрические признаки по их размерным характеристикам. Но в любом случае есть отличительные особенности. То есть здесь предложение в чем? Надо проводить серьезные антропометрические исследования именно в регионах, для которых пошивается школьная форма конкретными предприятиями этого региона. Второй момент. Мы провели анализ существующих образцов школьной формы, которые имеются в торговле. Что мы выяснили? Что материалы, которые применяются, не всегда отвечают требованиям потребителям. Это подтвердили и родители во время нашего анкетирования. Вот здесь есть некоторая проблема. Нам нужны, безусловно, для школьной формы ткани, которые отвечают гигиеническим требованиям. Их оказывается не очень много. И вот сейчас при разговоре с представителями Чайковского предприятия мы посмотрим, что нам будет предложено. Было бы очень интересно услышать. Что нужно? Ну, во-первых, конечно, хлопчатобумажные ткани. Но вот у нас есть одно предложение именно к этому моменту. Вот нам кажется, что было бы неплохо, и мы разработали образцы, хотелось бы их показать, школьной формы именно из джинсовой ткани. Но пока джинсовая ткань в основном у нас поступает из-за границы, вот здесь есть проблема. Что хорошего в этой ткани? Дело в том, что гигиенические требования прекрасные, износостойкость высокая, и даже некоторые потертости, они вполне приемлемы для изделий из этой ткани. Вот это хотелось бы об этом с производителями поговорить. Теперь следующий момент. Конечно, нам нужен, нам нужен, как мне кажется, профессиональный стандарт именно по школьной форме. Вот каждый производитель дает свои модели, как бы от себя. Вот хотелось бы, чтобы этот ассортимент школьной формы был в каких-то определенных рамках, в каких, вот я думаю, профессиональный стандарт поможет решить эту проблему. Вот эта проблема должна как раз решаться. Это вот наше как бы предложение. Теперь мы готовы сотрудничать с предприятиями, с швейными предприятиями в этой области. Ну, мы уже разговаривали с представителями швейного мнения «Русь» некоторое время назад. Мы разговаривали со швейной фабрикой номер 19 буквально неделю назад. И мы можем найти пути соприкосновения, пути взаимодействия в этом вопросе. Мы готовы отшить, разработать и отшить какие-то коллекции в небольшом количестве. Наши возможности очень небольшие. Но для этого нам нужно некоторые, конечно, финансированные материалы, для того, чтобы изделия можно было демонстрировать на очень высоком уровне. И вот я хотел бы… Вот как раз на экране показана анкета, которую мы использовали, и результаты этого анкетирования. И в результате мы пришли к тем выводам, которые я вам сейчас продемонстрировал. Вот, пожалуйста, тот вариант комплектов школьной формы, который мы предлагаем на рассмотрение. Вот это наша как бы выработка, что мы предлагаем. Исходить именно из этого. Теперь некоторые образцы, на которые хотелось бы обратить внимание. Вот, допустим, эскизный ряд школьной формы. Наше как бы предложение, наша разработка для младших школьников. Здесь главный элемент – это юбка. Но, в принципе, это не юбка, а юбка с шортами. Вот здесь показано, видите, приточные шорты. Мы обращались к родителям, узнать их мнение. Для младших школьников они, многие из них, были просто в восторге вот от такого варианта юбки с шортами. Мы демонстрировали вот такой вариант платья для младших и средних школьников. Смотрите, это какой-то вариант, вот я сделаю сейчас покрупнее, более классического стиля. Но смотрите, какой приятный внешний вид и очень симпатичный вариант этого изделия. Сейчас я покажу еще. Вот мы разработали такой вариант школьной формы из джинсовой ткани для мальчиков старшего возраста. Вот мы считаем, что подобные вещи найдут своего потребителя. Вот мы разработали целый эскизный ряд этих подобных изделий. Ну и разработали, естественно, конструкции на некоторые размеры, чертежи этих размеров. Вот сейчас я продемонстрирую для девочек. Вот подобный вариант для девочек. Жакет и брюки также из джинсовой ткани. Вот наше предложение к производителям подумать именно о таком подходе к разработке школьной формы. Это наше предложение. Но я не буду здесь дальше демонстрировать эти вещи. Игорь Александрович, спасибо большое вам за доклад. Извините, что приходится прервать, потому что время уже ограничено. У меня какое предложение к вам? Вот вашу презентацию нам передать. Мы ее обязательно разошлем всем производителям для дальнейшей работы. У меня к вам вопрос. А вы с кем-то из производителей? Вообще у вас есть какой-то контакт? И с дизайнерами помимо вашей научной школы? С кем вы взаимодействуете? Понятно. Вопрос понятен. Значит, и с производителями мы разговаривали буквально недавно, как я говорил, с директором швейной фабрики номер 19. Год назад у нас был разговор с директором швейного объединения РОСТ. Мы договорились о некоторых консультациях с друг с другом. Но вот планируем в ближайшее время с ними встречаться. Дальше. Буквально вчера и позавчера мы разговаривали об этом с доктором технических наук Костромского политехнического, Костромского технологического университета, как раз той кафедры, которая занимается текстильными материалами и швейными изделиями. И мы тоже их мнение выслушали и согласились как бы о совместной деятельности в этой работе. Понятно. А дизайнеры у нас в работе участвуют. Два человека наши – это члены Союза дизайнеров России. Так что у нас серьёзная компания. Хорошо. Это хочется вам пожелать удачи. Сейчас вы поймёте потом, почему я такой вопрос спросил. Я бы хотел перейти к второму выступлению. У нас на самом деле всё время как-то обезличено. То есть фабрика номер 19. Хотя я хочу сказать, что у нас на сегодня в реестре школьной формы предприятий школьной формы семь предприятий, и фактически все из них имеют так или иначе торговую марку. Мы вот на сегодня столкнулись с предприятием ИП Глебова, которое на самом деле юридическое лицо, а торговую марку имеет грант-ли. Очень важно иметь изделия узнаваемые. Мы даже, скажем так, немножко, скажем так, остро пообщались на эту тему, но тем не менее мы заинтересованы в том, чтобы у нас каждый производитель имел своё лицо. То есть фабрика Русь, фабрика Русь, весна, весна. Чтобы этот бренд, не хотел слово говорить, но так и пришлось его употребить, он имел какую-то такую значительную пролонгацию. Это и знак был и качества, и узнаваемости, и пользовался спросом. Как раз вот мы сейчас Яну Эдуардовну попросим сказать некую обратную связь от лица производителя. То есть какой школьной формы, какой же ей быть с точки зрения производителя. Как этот взгляд производителя? Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Яна Эдуардовна, и я представляю Нижегородскую швейную фабрику «Гранд Лео». На рынке мы более 13 лет, 8 из которых мы шьём школьную форму. Нашу форму знают во многих городах России и странах СНГ. Также мы плотно работаем с нижегородскими школами. За последние два года мы столкнулись с тенденцией, что детям и родителям очень тяжело угодить в выборе школьной формы. Участвуя в многочисленных выставках, мы видим, как активно развивается мода в школьном сегменте. Поэтому в этом году мы, честно говоря, приняли решение, что мы всё-таки будем сотрудничать с дизайнерами. У нас очень много талантливых и хороших дизайнеров в Нижегородской области. На примере я вам приведу Ольгу Рыхлову, которой я предложила сотрудничество. Я надеюсь, что Ольга нам поможет для разработки моделей красивых, удобных, универсальных, для того, чтобы мы могли угодить нашим школьникам. Ведь самое сложное – это одеть старшее звено. Поэтому всё-таки мы приняли решение, что мы обязательно будем сотрудничать с дизайнерами, которые нам помогут в этом вопросе. Всё, спасибо. Татьяна Станиславовна, Вы не зря пришли. Знаете, как меня учили на предыдущих местах работы, где я работал. Давайте делать какие-то эталонные участки. У меня предложение к Вам троим. Это гимназия номер два. Я считаю, что это одно из самых лучших учебных заведений с точки зрения дисциплины и преподавания. И у Вас уже, кстати, такой класс специализированный появился, если кто не знает, одетый в специальную форму. Давайте делать эталонные участки. У меня и коллеги тоже обращение. И ко всем семи, пусть даже предприятиям, мы не будем делать какую-то фокус-группу. Но раз Яна Эдуардовна вызвалась у нас на это дело, давайте мы попробуем вот такое совместное мероприятие сделать. То есть разработать для, пусть гимназии номер два, какой-то комплект школьной формы. То есть начиная с конца, начиная с более старших классов, заканчивая младшими классами. Одна оговорка. Если, конечно, это Вам нужно. Я знаю, насколько сложно идет взаимодействие с родителями. Мы их потом в любом случае послушаем. Кстати, большое спасибо, что они пришли. Обратная связь – это самая правильная реакция, которая может быть. Я думаю, что Ольга Николаевна не откажет. Максим Юрьевич, спасибо огромное за оценку. Родители гимназии здесь будут говорить. И в школьной форме, образец которой был создан родительским комитетом гимназии, это где-то порядка семи лет назад, дети уже ходят семи лет. И я согласна с выступающим в том, что школьная форма должна быть в первую очередь комфортна, доступна и качественна. И как директор школы я должна понимать, какой социальный статус родителей. Не каждый родитель может приобрести вот по таким образцам сразу, потому что Вы понимаете, что это не дешевый вариант. И разрабатывая нашу форму, мы не закреплялись ни за одним из производителей. Мы просто родителям дали выбор. Главное было определить цвет, низ, брюки, юбка и тот жилет, который наши ребята носят с удовольствием. Он удобен. Это не пиджак, это не куртка, которая сковывает. Еще директор должен всегда думать, как в школе. Наша школа очень теплая. И зимой в пиджаке, достаточно жарко, и в куртке тоже, когда начинается отопительный сезон. Это тоже надо учитывать. Но я думаю, что родители сегодня об этом будут говорить. Татьяна Станиславовна, абсолютно верно. Мы еще потом это обсудим. Вы сказали слово «качественно» и затронули вопрос такой, как «тепло». А все это очень сильно зависит от того, из чего сделана эта школьная форма. И у нас сегодня здесь присутствует как раз представитель производителя. Наверное, от него начинается то качество и соответствие школьной формы тем потребительским свойствам, которые у него должны быть. Именно слово «должны быть», наверное, здесь даже главное. Пожалуйста, Павел Валерьевич, вам слово. Добрый день. Я представляю компанию «Чайковский текстиль». Как вы все правильно сказали, что школьная форма, она должна быть прежде всего комфортной. Я добавлю, она должна быть еще и безопасной. И безопасность бы я поставил прежде всего на первое место. Дети – цветы нашей жизни, да, и, соответственно, мы должны им дать самое лучшее и самое безопасное в том плане то, что именно с детства закладывается тот фундамент здоровья, который он несет с собой по жизни. Очень радостно в том плане, что именно сейчас и правительство Российской Федерации, и правительство областные, очень повышенное внимание уделяет именно школьной форме, да, именно уделяет безопасности школьной формы. А именно ткани, из которых отшиты школьные формы, да, это, ну, 80% залога безопасности. И тут с этим просто-напросто не поспоришь, да, ну, вы сами прекрасно знаете, и родители знают, и знают директора школы, производители многие знают то, что в большей степени до недавнего времени ткани для школьной формы шли из рубежа. То есть это импортные ткани, это китайские ткани, это турецкие ткани, это индийские ткани. Какое качество они там закладывали в эти ткани, да, поспорить очень сложно, да, и вы сами правильно сказали то, что в школах очень жарко, и дети в костюмах, они потеют. Я могу вам ответить то, что это просто повышенное содержание полиэфира или стопроцентный полиэфир. Ну, то есть представьте, вы сидите в целлофане целый день в школе, да, 8 часов, 6-8 часов вы сидите в костюме из целлофана, соответственно, у ребенка повышается гипоаллергенность, тело не дышит, костюм не дышит, у него повышается утомляемость, нарушается баланса, здоровье. И тут с этим не поспоришь. Соответственно, Чайковский текстиль, как ведущий производитель тканей в России, он уже лет 5 занимается именно проблемой ткани для школьной формы, вот, и на текущий момент мы готовы предложить рынку, мы готовы предложить родителям, мы готовы предложить школам, мы готовы предложить швейным компаниям именно современные, именно безопасные ткани для школьной формы. Это прежде всего широкая цветовая гамма, это красивые ткани, да, и на первое место я поставлю, это гипоаллергенные и безопасные ткани. В них прекрасно дышится, у них повышенная воздухопроницаемость, у них отсутствует гипоаллергенность, получены все заключения, все сертификаты. Чайковский текстиль очень уделяет повышенное внимание качеству тканям, и, соответственно, у нас в каждой партии проходит индивидуальный контроль на все вот эти вот показатели, и мы свою продукцию гарантируем. Ну, также для школьной формы, помимо безопасности, да, важно и чтобы костюмчик сидел. То есть это должен быть опрятный внешний вид, это должно быть отсутствие пилинга, катышков, как вы понимаете, это удобство в уходе, и это эстетическая привлекаемость, несминаемость. Все, соответственно, ткани чайковского текстиля, они этим требованием учитываются, и они уже на рынке есть, эти ткани. Вот хотелось бы, чтобы это, ну, именно правительство, да, Нижегородской области каким-то образом на законодательном уровне, да, или в качестве рекомендации закрепило именно статус школьной формы по Нижегородской области. Дали какие-то требования, рекомендации, обязательства, потому что, ну, как я говорил, да, на текущий момент родители просто-напросто склоняются к тому, что прийти быстро после отпуска, буквально в течение недели купить школьную форму, не задумываясь буквально ни о чем, лишь бы она только была ростовкой и цена его устраивала. Российский производитель – это логистика, это качество, это цены. Этим всем требованием мы готовы предложить именно нашим производителям Нижегородской области, которые занимаются школьной формой. И именно мы хотим, чтобы именно родители и родительские комитеты поняли и донесли до родителей, что школьные формы – это прежде всего безопасность. У меня к вам тогда сразу деловое предложение абсолютно практического характера. Вы готовы подготовить такую некую брошюрку, вот сухой остаток, то, что вы сейчас сказали с точки зрения безопасности? Это как предложение и вопрос из семи производителей, которые у нас в реестре, кто использует вашу ткань или только вашу ткань? И еще один вопрос по вашим оценкам. Сколько на сегодня в Нижегородской области школьной формы, которая, ну так мягко скажем, не соответствует тем требованиям, которые на сегодня есть? Мы сотрудничаем, Макс Юниор, вы знаете, и Пекрутов, мы сотрудничаем, Русь, мы сотрудничаем с 19-й фабрикой, да, мы открыты абсолютно сотрудничествуя со всеми компаниями. Что касаемо брошюрки, мы все это предоставим, мы готовы показать школам, участвовать в родительских комитетах, донести эту информацию, да, если это будет какое-то укрупненное совещание или мелкое совещание, мы готовы это везде все присутствовать и показывать. Что касаемо по доле, которая сейчас используется, ну порядка это где-то школ 200 по Нижегородской области, я думаю, одеваются в ткани, ну, из Чайковской текстиля. Сколько школ в нашей Нижегородской области? Больше 200-400, я не владею этой информацией. Ну, это не очень большой процент, скажем так. Согласен, я знаю, куда расти. Значит, тут, понимаете, есть камень о двух, мы не можем, вот Татьяна Станитовна правильно меня поправила, на самом деле она уже давным-давно в этом направлении работает, и каждая школа хочет быть еще индивидуальна в том числе. Поэтому здесь не просто поставлять условные какие-то ткани, да, а идти от того запроса, который идет от родителей от школы, от администрации, которые хотят видеть некую индивидуальность в своих учебных заведениях. Павел Ильич, спасибо вам большое за выступление, с вас брошюрка. А сейчас мы переходим, наверное, к самому важному обсуждению, ну, с точки зрения именно потребителя, потому что мы работаем для вас, мы работаем для потребителей, для наших детей, чтобы они были действительно здоровы. И, в общем-то, если на то пошло, счастливо, если хотите. И сейчас я прошу выступить консультанты отдела общего образования, департамента образования и администрации города Нижнего Города Шмонина, Любовь Витальевна. Это вы. Да, я так понимаю, что за вами закреплен функционал по школьной форме. Ну, скажите, как есть. Только у меня просьба такая, буквально коротко, потому что мы время сжимаемся. Я, во-первых, несколько неожиданно, потому что я так думала, что у нас, в принципе, заказчиков сейчас будут, не хотелось услышать именно родителей. Я, знаете, давайте тогда поясню, почему я очень просил Наталью Борисовну, чтобы она направила именно этого представителя. У нас есть сложность прохождения информации от производителя, то есть нам очень сложно свести производителя, школу и конечного потребителя. То есть, мало скажу, что у нас есть даже случаи такие, что некоторые рассматривают здесь как коррупционную составляющую, и многие, ну, некоторые учителя школы даже пострадали из этого, хотя никакой невины их, ничего абсолютно в этом плане нет. Поэтому мы здесь должны... Что спасет нас? Только открытость. Вот такие круглые столы, общие встречи. Вы правильно предложили, Павел Валерьевич, чтобы нам действительно какие-то расширенные совещания, чтобы мы не скрываемся. У нас есть реестр, который мы утвердили. Мы готовы донести эту информацию до каждого родителя. Ну, тогда друг друга вы уже поняли, потому что, не разделив, не сказав о том, что, да, Министерство образования вместе с муниципалитетами и с директорским корпусом действительно вот уже, наверное, с 2013 года занимается целенаправленно данным направлением данной работы. Ну, я начну, наверное, прежде всего с тех нормативных правовых документов, которые определяют наши полномочия, которые определяют нашу работу. И это первый такой серьезный документ, который в 2013 году был выпущен по постановлению правительства Нижегородской области номер 603, который утвердил типовые требования по деловому стилю одежды. Я обращаю внимание, не школьной формой мы этот документ называем, а именно типовые требования. В соответствии с этим во всех государственных и муниципальных школах в настоящее время приняты локальные акты, которые устанавливают требования к одежде, обучающейся в конкретной образовательной организации. Тоже это подчеркиваю. Потому что прежде всего мы исходим именно от заказчика, от родительского мнения, авторитета того, каким и какой должна быть школьная форма. Если мы говорим об этих требованиях, то, естественно, с действующим законодательством, полномочиями министерства нашего региона в вопросе обеспечения обучающихся школьной формой относится прежде всего проведение разъяснительной работы. И вот наша сегодняшняя встреча, это, наверное, такая тоже хорошая рабочая встреча, которая, в принципе, наверное, даст определенные предложения, дальнейшие наши с вами действия. Но вот за этот период времени я хочу сказать, что и сотрудниками министерства, и руководителями образовательных организаций были проведены и общешкольные родительские собрания, и родительские комитеты, безусловно, принимают самое такое активное участие, которые, прежде всего, требования делового стиля определяют основными условиями. Здесь коллеги уже тоже говорили. Это, прежде всего, безопасные условия, и это важность очень. Это то, что возможность приобретений, потому что, безусловно, конечно, социальный статус родителей совершенно разный, и чтобы это было подходило по тех, но и, безусловно, наверное, чтобы, правильно, как сказали, чтобы хорошо и костюмчик сидел, и чтобы она действительно была очень приятна. Подчеркиваю, вот в разъяснительной работе по данному вопросу у нас ставится обязательно еще вопрос недопущения принуждения родителей, обучающихся со стороны администрации, педагогических коллективов, к осуществлению покупки школьной одежды у конкретного продавца, поставщика или производителя, поскольку данные действия являются нарушением антимонопольного законодательства. И то, что, наверное, Михаил Юрьевич, в начале нашего разговора Вы тоже это прокомментировали, и некоторые наши коллеги попадали в какие-то такие ситуации, очень, безусловно, неприятные. Это должно быть строго в соответствии с законодательством. Ну, а дальше нужно сказать, что данная работа у нас проводится ежегодно. Накануне вот этого учебного года нами также были направлены письма во все органы управления образования с конкретными рекомендациями, с конкретными пожеланиями, напоминаниями о всех тех главных основных требований. Ну и нужно сказать, что вот этот период времени, как вот я обозначила где-то вот уже 4 года, вот эта вот целенаправленная вот наша такая работа по разъяснению данных основных требований, сводится еще прежде всего и к тому, что не было бы вот этих вот перегибов, которые все-таки все равно допускаются у нас на местах. И нужно сказать, что это есть и стороны производителей, потому что были некие такие пожелания. Вот мы вам представляем образцы, а вы, пожалуйста, их дальше уже, так сказать, проводите в жизни. Такого, конечно, не будет. В нашей совместной компании, что действительно удалось и получилось, хорошее взаимопонимание. Вот 7, по сути дела, производителей, которые находятся в таможенном союзе, это результат, наверное, той нашей совместной работы, которую мы вместе с Роспотребнадзором проводили, в котором представляли, в принципе, главные все основные требования, и которые предъявлены именно требования по соблюдению этого законодательства. Да, они действительно. Мне кажется, что на рынке они, наверное, будут пользоваться и пользуются популярностью и своим взвешением. Поэтому я так думаю, что за сотрудничество всегда все за. Но в этом сотрудничестве, прежде всего, должны быть определены законодательные устои, которые мы все вместе должны выполнять. И нам очень понравилась в сегодняшнем тоже встрече то, что проводятся такие вот исследования интересные, которые нам тоже будут очень и очень полезны. Поэтому министерство тоже просит, чтобы презентация у нас была. Но уж в дальнейшем наше сотрудничество все-таки будет, потому что мы непосредственно учредители вашего университета. Поэтому спасибо за сегодняшнюю встречу. Я думаю, что самое время, наверное, родителям сказать, чего же они у нас хотят. Я правильно понял, что вы берете на себя в течение, к следующему году, Львовь Витальевна, к следующему году, значит, расширенное такое совещание или мероприятие, которое у вас итоговое происходит, когда вы всех директоров школы собираете, пригласить в том числе и семь производителей, которые у нас в реестре школьной формы. Это, в принципе, соответствует всем требованиям. Тогда давайте... Михаил Юрьевич, я вам одну секунду, извините, чтобы тогда такое приглашение тоже прозвучало. У нас есть наш Нижегородский институт развития образования, через который, по сути дела, более тысячи педагогов проходят в определенный учебный семестр. Это возможность увидеть всем, что у нас и какие производители есть. Опыт у нас такой работы был. Те производители, которые этого хотели, представляли свои выставки, давали свои рекомендации, свои брошюры, буклеты. Поэтому, пожалуйста, мы приглашаем к данному сотрудничеству и к возможности вот такой вот выставочный... Вы только не меня приглашайте, вы всех приглашаете. Я-то приду в любом случае. Так, Лёва Витальевна, всё, спасибо большое. Значит, Татьяна Юрьевна Колдашова. Это как раз представитель районного комитета гимназии номер два. Наверное, самая обратная связь, та, которую сейчас будет критиковать или там... У нас, на самом деле, хочу немножко поправить ещё раз, да, у нас не как продвигать школьную форму, а школьная форма, какой ей быть. Немножко у нас ракурс другой. По поводу как продвигать, как взаимодействовать, мы ещё отдельно это переговорим. Это другой немножко вопрос. Пожалуйста. Добрый день. Я являюсь представителем родительского комитета гимназии номер два. Можно я вот выскажу сначала мнение то, что я услышала, да, вот сейчас, которое было. Вот меня очень, понимаете, задело, может быть, как маму школьная форма, которая состоит из джинсов. Объясню, почему. Джинсы – это свободный стиль, это кэжу стиль. Всегда нам так говорили, да. И если мы говорим, что у нас дети будут ходить в свободном стиле в образовательном учреждении, тогда чему мы учим их с первого класса? Внешний облик ребёнка должен быть эстетичный, наглядный, красив, да, и она должна быть аккуратной. Я вот немножко только по этому поводу вот как бы вот хотела своё вот как бы вот мнение высказать, что я против данной ткани в школьной форме. Это лично моё мнение. В нашей гимназии, гимназии номер два города Нижнего Новгорода, школьная форма представлена таким спектром, да, это жилетка, трикотажная жилетка, блузка или рубашка, и юбка или брюки у детей. Отличительной чертой школьной формы является нашитый на жилетку шеврон в виде символики нашей гимназии. Данная школьная форма у нас очень доступна. Доступна для всех семей с разным социальным статусом. То есть каждый родитель выбирает ткани по своим возможностям, независимо от производителя, независимо от того или иного магазина, где там необходимо приобрести школьную форму. То есть родитель сам вправе выбрать, будет ли это натуральный трикотаж, да, то ли это синтетическая, будет кофта по своим возможностям. Но школьная форма у нас в такой степени удобна, вот если вы придёте в стены гимназии, вы увидите, не увидите ни одного ребёнка, который не одел жилетку. Хоть у нас и тепло в школе зимой, но вы под жилетку можете надеть блузочку с коротким рукавом, да, который… Если в холодное время года можно надеть водолазку, но самое удобное в чём, когда у нас зимний период, осенне-зимний. То есть у нас школьная форма не мнётся под любой верхней одеждой. У нас всё аккуратно, всё аккуратно у наших детей. В гимназии, ну вот 7 лет, Татьяна Станиславовна сказала, что 7 лет была установлена школьная форма в таком виде, в котором она сейчас существует. И вот по истечению 7 лет назад данную школьную форму мы принимали все на родительских комитетах. То есть родители утверждали данную школьную форму. И, соответственно, после утверждения нас и согласования с педагогическим коллективом, значит, был издан локальный акт положения о школьной форме и внешнем виде детей учащихся. Что ещё хочу сказать, что наша школьная форма вообще не вызывает никаких споров у родителей. То есть, потому что доступность – это первое, удобство – это второе. И всегда мы, независимо от меры детей, от сроков, мы всегда её можем купить везде. Всё, я как бы закончила. Спасибо большое. Вы на самом деле затронули серьёзную проблему. У нас в действительности, если, может быть, по-нижнему это не так выражено, то по областным центрам, то это очень серьёзные проблемы как раз в доступности. Что у нас происходит? Приезжают, простите меня, с района, пытаются купить школьную форму, в итоге покупают самую дешёвую, действительно, синтетику. Синтетика – это, наверное, не очень хорошо. Вернее, так, я неправильно скажу. Если это соответствует санпиновским всем нормам и правилам, то это допустимо. Хотя вектор был взят, наверное, правильный, что это должны быть натуральные ткани и, скажем так, правильные ткани. Мы сейчас с вами не спорим. И у нас есть из Дзержинска представители Юлия Владимировна Фадеева. И, наверное, даже более интересно будет с Новинской школой, с Богородского муниципального района. Хочу сказать, что… Нет, из Дзержинска… Просто я не могу вам. Да, вы выходите, пожалуйста. Я не могу сказать. У нас в нашей школе очень много родственных семей, которые употребляют наши дети, детей, понимаете. И материальные статусы у всех разных. И, соответственно, с conjunto, с лопаткой, с лопаткой жилетом, но не всегда у них будет на себя 7% пластик. Для того, чтобы сделать лопатку, это не говоря о том, что это полностью симпатические ткани. Но, как вы сейчас представите, через пункцию, качественные стиле, да? Вы же работаете? У вас же есть коды в сухом варе или мы можем влюбить обычную жилетку? От вашего противодействия, это не означает, что она будет полностью мутической, но она будет стоить 1300, например, или там 800 рублей, но каждый родитель выбирает, но по своему мнению, в положении, там уже нет. — Хорошая тема, но, наверное, она в плане социальной поддержки еще лежит. Давайте мы ее дополнительно обсудим, потому что время прямо сжимается. Я хотел бы еще Ольге Николаевне слово дать, предоставить. А у нас Дежинска, Юлия Владимировна, не дошла до нас почему-то. — А можно даже... Да. Можно, в принципе, микрофон давать с места, чтобы время... Да. — Я из гимназии, у нас тоже, когда выбирали школьную форму, у нас тоже выбрали черный низ, серый верх. Девочки и мальчики, у нас есть и жилеты трикотажные, и мальчики одевают еще пиджаки, когда праздничные мероприятия. Поэтому и действительно в это покупают также родители. Ведь у каждого свой социальный статус. У кого-то позволяет купить и из натуральных тканей, а кому-то, извините, синтетик, потому что дотации на школьную форму все-таки сейчас еще нет. — Вопрос. Школьная форма, какой ей быть? — Ей быть красивой, удобной и доступной, и, конечно, чтобы защищать детей, безопасной она должна быть. — Хорошо. Спасибо. Тогда у нас Богомолова Ольга Евгеньевна. Так получилось, что у нас Дежинск-Богородская одни из самых высоких районов с точки зрения средней заработной платы. Поэтому, наверное, это не очень сильно показательно, но тем не менее. Пожалуйста. — Добрый день. Нет, это показатель. Я как раз представляю Новинскую школу Богородского района. Мне вот интересно тоже было вам задать вопрос. В принципе, у нас со школьной формой дела обстоят так же, как в гимназии номер два. Школьная форма ей быть обязательно. 10 лет у нас уже определена школьная форма, причем не только для учеников, но и для учителей. У нас был опыт сотрудничества со швейными предприятиями, когда были какие-то определенные модели, родители на конкретном швейном предприятии заказывали форму для своих детей. Но сейчас мы от этого отказались именно из-за того, что социальные статусы, о которых уже многие говорили, у всех разные. И действительно, у нас в поселке разница очень велика в социальных статусах у родителей. И кому-то за 1300 жилетка. Это тоже очень дорогая жилетка. Таким образом, мы определили цветовую гамму. У нас важно, чтобы был соблюден цвет. Бордовый цвет для девочек. Модель может быть любая. Сарафан, платье, юбка, брюки и белая блузка. И для мальчиков это классический костюм, пиджак, брюки. Да, я вам хотела как раз задать вопрос. Как у вас это реализуется? Вот вы тоже так же определили. У вас жилетка, тоже можно разные ткани. Вы сами шьете? Каждый родитель шьет сам или у вас централизованно в школе это делается? Когда мы были в школе, то есть у нас перед тем, чем можно было, если собрать, мы были знакомы на сайте, показывали, что мы не думали, что мы не думали, что мы не думали, что мы не думали. И, соответственно, 1 сентября каждый родитель идем и закарно покупаем, что ребенок свернушим в фронт. У нас было, смотрите, у кого есть возможность реакция. В магазине, кто в детском мире покупал, соответственно, у кого, какой. И то есть вы просто шеврон нашивали потом? Да, мы просто потом пришивали шеврон. У нас четко темный синий жилет, трикотажный. То есть все. А к нему пришивается отличительная черта – это шевроны. Без шевронов у нас никто не ходит. Вы знаете, можно я вас остановлю? Спасибо вам большое за выступление. Вот есть такой показатель, дискуссия удалась на не удалось, когда дискуссия переходит в зал, и она уже идет даже без формата, она выходит за пределы. Да, это значит, у нас все осталось. Но наше мероприятие не было бы сегодня полным, если бы мы не заслушали руководителя Всероссийской организации Союза дизайнеров. И вот здесь хорошо остановиться, председатель Координационного совета кластера легкой промышленности, который у нас создан. Вы можете не обращать внимания на название. Смысл такой, что дизайнеры взаимодействуют плотно с производителями, и наоборот, производители взаимодействуют плотно с дизайнерами. Ольгу Николаевну Рыхлову, и ей такой же вопрос. Перспективы сотрудничества и школьные формы, какой ей дальше быть? Добрый день, друзья. Кроме того, что было перечислено про меня много всего, я еще мама четверых детей. И прекрасно знаю, что значит их собрать в школу, в садик и все такое прочее. Поэтому полностью согласна с предыдущими выступающими по поводу требований, которые мы, родители, предъявляем к форуме. А это ее... Вот я бы выделила на самом деле две вещи. Это действительно безопасность и это практичность. Потому что не всегда то, что дешево, это хорошо. Потому что порой приходилось... Я пробовала покупать своим детям дешевую школьную форму по рекомендации... Ну, вернее, тогда, да, это еще была рекомендация школы. Мы пошли по этому пути и закончила все тем, что я просто вместо двух брюк, которые планировал сыну купить на учебный год, купила их четыре. И по цене это, собственно, получилось то же самое, что я заплатил бы за качественную дорогую форму, более дорогую. Теперь я так и поступаю. Собственно, и это оправдывает себя. У меня уже в среднем звене двое школьников. Поэтому, в общем, у нас уже большой путь по школьной форме личный. Теперь как дизайнер хочу сказать, что действительно сейчас предлагается достаточно хороший спектр моделей школьной формы. Я, в общем-то, довольно, вот рассматривая модели наших производителей, я чаще всего мне это нравится. И более того, это нравится моим детям, что очень важно. Поэтому я бы говорил, заострила свое внимание на психологическом аспекте. Вот мы с вами говорим про то, что нужно работать с педагогами, с учителями, что нужно работать с родителями. А я бы еще поработала и с детьми. А почему бы нам, как, например, даже дизайнерскому блоку, почему бы нам в школах не сделать какие-нибудь конкурсы для детей? Ну, например, нарисуй свою школьную форму, как ты ее себе видишь. Пофантазируй. Нам нужно у детей поменять сознание. Потому что большинство детей среднего звена и старшего, которые самые-таки проблемные, их нарядить очень сложно. Так вот, именно они должны сами вообще для себя принять, что школьная форма – это может быть круто, это может быть интересно, это может быть стильно. Мы это сбрасываем со счетов, а мне кажется, это неправильно. И если говорить о детализации подхода к школьной форме, к созданию школьной формы, то я бы предложила сакцентировать свое внимание на деталях. Как то, вот если действительно школы пошли по этому пути, и он себя оправдал, что они просто выбрали цветовую гамму и не стали ограничивать ни производителями, ни тканями, ничем. То классно, когда действительно вот есть шеврон, у нас, например, в первой гимназии это еще и галстук для мальчика и такой красивый, типа жабо для девочки из конкретной ткани одного и того же вида. И это получилось очень симпатично. Поэтому мы, как дизайнерский блок, готовы поработать над вот этими деталями, предложить их какие-то декоративные элементы. Ну и, собственно, конечно, с удовольствием поработаем над разработкой моделей. Вот, например, наши коллеги, действительно, члены союза дизайнеров, очень уважаемые мной люди работают в институте и создают очень профессиональные эти вещи с точки зрения эргономики. Потому что очень часто вот из претензий к школьной форме, которые пока еще в некоторых моментах сохраняются. Это первое, вот непрактичность ткани, которая тут же, значит, покрывается катышками там и прочими-прочими недочетами. И второе, вещи не садятся на фигуры детей. Вот как бы две вещи, которые нужно, на мой взгляд, устранить и добавить немножко эстетики с точки зрения деталей. Мы готовы. Спасибо, Ольга Николаевна. Давайте тогда будем коротко подводить итоги. Значит, с института презентацию с выводами, выкладками. Мы в первую очередь ее разберем на кластере, соберемся еще предметно, да, в ближайшее время, значит, с Чайковского текстиля. Брошюрку беспредметную к производителю просьбу, чтобы мы не нарушали никакие законы с точки зрения навязывания производителю. Ну и если Татьяна Станиславовна как бы хотя отвергла эту идею сделать некую разработку, мы можем взять любой другой класс, просто я в ней уверен, я уже давно ее знаю. Мы можем взять другую любую школу для того, чтобы сделать некий эталонный участок. Ну вот есть такая потребность, на мой взгляд, это важно. Либо сделать некую унификацию, сделать там 10-15 разработок и не навязывая их предложить во все школы. Семь лет – это достаточно большой срок, а может быть, что-то стоит обновить. Мне понравилась идея, Ольга Николаевна, когда можно действительно маленькой деталькой освежить форму до такой степени, что она будет стремлена. Инна, очень понравилась идея. Давайте мы этот конкурс проведем. Я с Натальей Борисовной переговорю, в какую-нибудь возьмем, выберем школу и проведем этот конкурс в школе. Да, просто и детям будет интересно. Я уверен, что будет интересно, особенно у девочек, кто этим увлекается. Спасибо всем большое за участие. Я надеюсь, что мы с вами сделаем такие встречи регулярно. Спасибо большое родителям, которые пришли из Богородска, из Дзержинска, из гимназии номер 2. Удачи! Запишите, пожалуйста, мой телефон 8-910-88-2672. Это рабочий телефон, по нему можно звонить в любое время. Если есть какие-то вопросы или предложения, даже за рамками нашей сегодня дискуссии, я готов их рассмотреть. Мы с коллегами их рассмотрим, с нашим коллективом. И, конечно, в рамках кластера еще раз повторим. Спасибо большое. Удачи вам и здоровья!